Если в воде что-то случилось, не пугайся. Во время паники в твои легкие может попасть вода. В таком случае не спасет даже умение хорошо плавать. Особенно осторожны должны быть именно опытные пловцы, чтобы не попасть в ловушку из-за излишней самоуверенности. Такие занятия направлены на то, чтобы дети в случае возникновения какой-то чрезвычайной нештатной ситуации могли правильно действовать, правильно оценивать ситуацию. И безошибочно звать на помощь, то есть свои действия контролировать. Купание в реках, озерах и водоемах – популярное занятие летом. Важно помнить, что дети должны быть под постоянным присмотром взрослых. Правила поведения у воды в целом одинаковы для всех. Летом всегда должны дети носить головные уборы, пить воду, потому что это обезвоживание может быть у ребенка. Купаться только в установленных для этого местах. Пляжи это должны быть, проверенные пляжи, где проверено дно, где есть служба спасения, где есть медицинские работники. Спасатели в игровой форме обучали суворовцев тому, как пользоваться средствами спасения. На первый взгляд надеть спасательный жилет – дело простое, но и здесь есть нюансы. Спасательный жилет имеет такое свойство – он всплывает. А для того, чтобы он с вас не слетел в воде, поэтому между ножичками у вас как раз вот эти ремни и существуют. Еще один помощник во время экстренной ситуации на воде – спасательный конец Александрова. Плавучий тонкий крабельный трос с петлей и двумя ярко-оранжевыми поплавками. Один конец спасатель бросает утопающему, за второй подтягивает его к безопасному месту. Суворовцы попробовали обе роли. Ну ты на себя-то накинь маленечку, он же как крок. Куда ты? Во внутрь. А ты спасай его. Тяни, спасай его к себе. Плавно перешли ко второй теме урока безопасности. Вопрос к одетам. Огонь – обычный друг, но когда он – враг? Если человек неправильно с ним обращается, допустим, вышел на природу, повальше в хайпе. Там он не снаходит. В аренах остался и фатушенка, и он перегибся. В 99% случаев именно человек – основная причина лесных пожаров. Взрослые в погонах рассказали детям в погонах о правилах противопожарной безопасности и о том, как нужно действовать в экстремальных ситуациях. Павел Патриков, Сергей Ребухин, репортер 73. О пожарной безопасности. Павел Патриков, Сергей Ребухин, репортер 73. Продолжение следует...